Невмирич Сергей, консалтинг, коучинг, как существенно увеличить доходы даже в кризис. Добрый день, Доволен. Для тех, у кого есть бизнес, узнаете 7 способов, 7 дополнительных источников прибыли вашего бизнеса, без дополнительных вложений денег, о которых вы не знали. Для тех, у кого бизнеса нет, узнаете 11 способов начать его, без риска и с небольшими вложениями. Кому это актуально, приходите. Приходите в 99-ю аудиторию. Нет, не вверх, но в 44-ю. Истомин Сергей, мастер-класс «Постижение пространства тела». Доброе утро. Пространство. Пространство – это нечто такое, что есть и внутри, есть и снаружи. И, по сути дела, это одно и то же. И внутри, и снаружи. И пространство есть, и такое понятие, как пространство времени. Или время пространства. И все это заложено непосредственно в нас. Мы будем чувствовать, ощущать свое пространство, пространство пола, пространство комнаты, пространство наших суставов, пространство органов, пространство каждой клетки нашего тела. И через это пространство проявляется наше сознание. А соответственно, работая с пространством тела, мы и работаем с жизненным пространством, в котором мы находимся. И все ситуации, в которые мы попадаем, или даже нам кажется, что это ситуации от нас независящиеся, ну независящие, это все равно, эти ситуации проявляются от внутреннего пространства. Как мы его выстраиваем изнутри, точно так же оно проявляется снаружи. И работа здесь будет происходить то же самое, изнутри, снаружи. Мы будем видеть пространство всего мира, которое будем видеть в комнате 49 и ощущать через эту комнату пространство внутри себя. Это телесная практика. Будет много дыхания, много движений и богатства ощущений. История Сергея, 49-я. Емельянов Сергей, практика сердечности. Я представляю духовное направление сердечность. Это развитие нашего внутреннего пространства, которое обеспечивает нашу способность любить. Как ни странно, любовь — это самое, наверное, забитое слово, которое сейчас у нас есть. Но здесь мы его прибудем в практическую плоскость. И это очень просто, доступно абсолютно всем. Нет ничего сложного, когда имеется специалист, который может нас этому научить. У нас будет аудитория. Спасибо. А также после линейки, здесь буквально несколько минут, Сергей снова проведет релоксанцию. Задержитесь, желающим. Кабзек Алексеев, мастер-класс, сознательное строительство конструктивного мировозрения. Доброе утро, друзья. Раз-раз как слышно, что-то я себя слышу плохо. Будь важно. Друзья, знаете, вот если совсем по-честному, то сейчас мы живем в мире, и не всегда можем вписаться в его скорость. У нас существует множество желаний, притязаний, но почему-то они не сбываются. И знаете, что основная причина коренится в том, что мы сами саботируем свой же желаемый результат. Поэтому самое главное, если мы хотим быть успешными в личной жизни, в заработке денег, в реализации, ну и много там всего, чего мы о себе думаем и чего хотим, нам необходимо работать с мировоззрением. Мировоззрение – это универсальный ключ, который позволяет открыть практически любую дверь. Это также универсальная психотерапия. Если у вас существует должное конструктивное мировоззрение, то у вас нет проблем. Как же все-таки его сформировать, как уметь жить и пользоваться этим бездесущим волшебным инструментом, пойдет речь. В какой аудитории Рома? Как два. Как два. Поэтому вэлка и всего вам доброго. До встречи. Харченко Юрий. Рукопашный бой. Привет, друзья. Привет, товарищи. Как вы утром? Вы проснулись? Вот так? Слышно? Хорошо. Рукопашный бой. Практикую с 1998 года. Кое-что отложилось. Гармонизируем полушария. Открываем чакры. Подгнаем кундалини. Это же телесная терапия. Разомнемся утром. Проснемся. И я недавно так заметил. За два занятия у меня побывало четыре девушки и один парень. Поэтому, если вы хотите, парни, привлекать к себе больше девушек, занимайтесь рукопашным боем. Приезжайте на товаре. Скажите, что вы тренер. И у вас будет обшлаг. Всем приглашаю.